Поджаренные румяные на сковороде дрожжевые пирожки или беляши на молоке получаются очень мягкими. Их вы сможете легко приготовить, ориентируясь по рецепту, предоставленному в этом видео. Замешиваю дрожжевое тесто, кладу в муку соль, сахар и сухие дрожжи. Слегка перемешиваю, разбиваю в муку одно яйцо, также кладу мягкое сливочное масло. В конце вливаю в муку теплое молоко, обязательно теплое, не горячее и не холодное. Замешиваю тесто мягкое, у меня заняло это 7-10 минут, ну что делать, если нет тестомешалки. Накрываю тесто и даю ему подняться и отдохнуть от моих рук. Сразу же готовлю начинку, у меня готовый говяжий фарш мелкого помола, добавляю мелко нарезанный лук и зеленый лук тоже мелко нарезанный. Заправляю, кладу молотый кориандр, черный перец и соль. Все затем хорошенько перемешиваю. Затем готовую начинку накрываю тарелкой и оставляю в холодильнике на час мариноваться. Тесто у меня быстро поднялось и уже через час вот так увеличилось. И не обминаю, режу на небольшие кусочки. Делать пирожки лучше небольшими, так как мясная начинка сырая и она должна хорошо прожариться. Скатываю в шар тесто, накрываю пленкой и даю им постоять 20 минут. Беру кусочек теста и прямо руками растягиваю потоньше. Можно и скалкой раскатать. Тесто очень мягкое и не липнет к рукам. Кладу начинку, можно побольше или поменьше, как вам нравится. Мне нравится, когда начинки много. Закрываю пирожок крепко и затем придавливаю аккуратно, как можно нежней. Обжариваю на большом количестве масла, чтобы беляши плавали в нем, но не утопали. Масло разогреваю и затем жарю на среднем огне. Крышкой не накрываю. Жарила до золотистой корочки со всех сторон. Главное не торопиться и огонь не увеличивать, жарить не спеша. Беляши на таком тесте не вбирают много масла, как ни странно. Это очень мягкие и нежные беляши. Конечно, это калорийная бомба или, как некоторые говорят, холестериновая бомба. Но то, что это вкуснейшая бомба, с этим не поспоришь. Готовьте с удовольствием. С вами была Наталья. Пока-пока.